Аноним, спасибо большое за донат. Слово даю, я знал, что этот конфликт... Так. Слово даю... Слово даю. Короче, мы, да, с самого начала открыли, все окей. Да, блядь, иди нахуй отсюда! Сука, муха, блядь, ебучая. Как она заебла меня, блядь. Я знал, что этот конфликт будет. Когда твой товарищ набрасывается буквально на каждого человека... Гнида! Вы, блядь, просто взгляните на этот список. В том числе на своего личного... О, прикольно, он прям составил... Ха! Табличку, нихуя себе. Ну, слушайте, про меня такую табличку тоже можно захуярить, по большому-то счету. Типа... Просто Стас такой вот... Хейтер. Ну, опять же, у него тут, блядь, есть те... Кто... Скажем так, есть те, кто, может, даже заслужил хуесосинг, а есть те, кто... Ну, за кого я не то, чтобы там прям впрягаться встал, а кто, ну, типа, всем похуй, что ты там про них думаешь, почему тебе, почему тебе вообще не похуй, почему ты вообще там что-то выдаешь, только сам же позоришься и вот... Ну, бред это, в общем-то... Есть... А есть те вообще, собственно, кого нахуй трогать? То есть, ну, как-то не знаю, блядь. Оператор, с которым он был знаком где-то под 10 лет, глупо было ожидать, что он не набросится когда-то на тебя. На самом деле, главная причина — это маниакально-коммунистические взгляды Стаса Айкак Просто и то, что он не в состоянии был принимать альтернативную точку зрения. Или покажите коммунизм, или идите нахуй. Хм? Зная меня, вы знаете, как я к этому отношусь. Но я терпел, потому что я хотел сохранить дружбу. Я до последнего пытался ее сохранить. Получилось, как обычно, коммунисты набрасывают... Я помню, потому что, да, там что-то даже было какие-то нормальные, ненормальные какие-то там попытки в разговор, в хуевор и так далее. Ну, Стас, естественно, будет гнать, что нет, не то, не все, не это. Ну, еще раз, даже если Стас не... Там, не знаю, сам себя считает или по факту не является там каким-то, не знаю, блядь, адским коммунистом или мы с вами, может быть, понимаем не то под этими словами, да? То слишком много в его телегах, то есть когда он очень уверенно затирает, блядь, какую-нибудь даже хуйню про очередного блогера, то есть иногда, когда блогер... Ну, тот, кого он разбирает, несет откровенную хуйню, окей. Там Стас действительно выглядит выигрышно. Но бывает, что Стас точно с такими же уверенными щами несет, ну, полнейшую поебень, которую, ну, блядь, даже проверять нечего, чтобы понять, что это полная хуйня. И при этом он с такой же агрессией, возмущением, блядь, вот это все выдает, и это, собственно, очень тупо и стыдно для него. На своих же. Но, Стас, я не свой, это уж точно. Твои методы, они мне не близки. Смирания, личные данные, аскорные не мои матери... Я понимаю, что твоя мать, ёпта, карликовый пудель, блядь. Но, сука, какой ты, блядь, ты еблан, Леша. Пошел нахуй, блядь, пизду. Блядь. Там абсолютно все видео такое. При этом я с ним не ссорился. Я ни слова ему плохого не сказал. И причина одна. Коммунизм. Господи, сколько он оскорблял меня за внешность. Это просто вообще страшно перечислить. Карлик ебаный, блядь. Блядь, ебучий гондон, блядь. Ну, кстати, Клёша, я знаю, почему он так любит слово «унтерменш». Блядь, ну, вот зачем там чел этот просто сидит? Очевидно, что тоже полукринжует, полупытается как бы отнекиваться от этого. То есть это тупо выглядит. Я не знаю, как Стас это не понимает, эту хуйню. Типа... В душе не ебу, что это за чел, и зачем он туда пришел. Но... Блядь, ну, ты посмотри, как бы он отворачивается, он смеется, на хихихаха все свое. То есть, зачем ты вместе с ним этой поебенью занимаешься, ты, блядь? Я не знаю, он себя ведет, ну, даже если он на самом деле так не думает, то это выглядит так, что, типа, ты какой-то еблан, который доебывает своей хуйней чувака, который просто, как бы, ну, пытается сделать вид, что ему не похуй по каким-то причинам. Ну, лучше все, блядь, не подходят. Ты что, маленький, блядь? Такой, он, блядь, отвернулся от тебя, что-то, ну... Да, сливать переписки, личные данные, номера телефонов, для него это абсолютно нормально. Он так делал абсолютно во всех видосах. Люди ему доверяли номера, какие-то секреты, все слил. И мою личную телегу он сразу же слил. И после того, как слил мою телегу, отвратительно пьяный ржет в своей телеге. Блядь, оказывается, его телеграм спалили. Ну, что, ребят, блядь, все нашли Сергея Уткина? Ну, блядь, один из миллионов Сергея Уткинах, это точно, блядь, окажется шефом. Нет, Стас, мой личный контакт, который знало реально немного людей, конечно же, нашли. Кстати, 90% из тех, что написали, писали, что Леша, мы за тебя, поэтому вам за это спасибо. И пост, где он слил мою телегу, спустя пару постов, где я говорю, ты нахуя это сделал, он этот пост не удаляет. Он висит нетронутым. Сейчас утром мне до сих пор пишут, Стас, если ты не тупой и не в состоянии вести ник, то другие люди поумнее. С другой стороны, как бы, блядь, кому не было неприятного мнения, поддерживать вот такое будет сложнее. Бери банана, блядь, ебей его в жопу, идите нахуй, блядь, ёбаные, блядь, представители Третьего Рейха, блядь. Учитывая лексику, а все полтора часа видео такие, я не уверен, что даже это видео ты записал непьяным. При том, что, дико, чуваки, вся эта аномальная агрессия, при том, что я неделю назад с ним нормально общался. По секрету, у Стаса очень бомбит, когда его подписчики пишут, что ты пересрался со всеми своими корешами, но после этого видео Стас меня из корешей выписал, поэтому формально он набросился на чувака из интернета. Я ведь уже не кореш, он сам сказал. Не надо говорить, что мы, блядь, нахуй, какие-то друзья, блядь. Я два раза стримил с человеком и периодически списывался, пытаясь переубедить. Ну не периодически, я с тобой с 18-го года общаюсь. Да, сейчас солью личную переписку, но он начал первый. И ты часто мне писал за помощью или советом, в котором я никогда тебе не отказывал. У него так всегда, неделю назад он бухает с Юрой Хованским на стриме, а через неделю записывает видос, из-за которого Юру сажают. Кстати, по секрету, от этого, что он сделал все то, чтобы посадили Юру, когда говоришь, что он сделал все, чтобы посадили Юру, у него адово бомбит, он всех за это банит, потому что он знает, что это правда. Потому что он знает подноготную этого процесса. Все это время я ждал, какой же будет формальный повод. Видео пятилетней давности. Пардон, через 4 дня ему будет 5 лет. Ролик 17-го года. Да, ему 4 года, не 5, я ошибся. Я миллион раз пояснял за некоторые фразы, сказанные там, но Стасу это не надо. Ему нужен был формальный повод для ведения войны. Потому что срач-конт... Казус Билли это называется. Сент это его основной контент. За это видео я поясню во второй части этого ролика. Он предупреждал, что в этом видео я буду давить на жалость, я исполню его обещание. Человеческая благодарность. Это вообще не про Стаса. Когда он не особо был популярен, мы с Бананом его затаскивали к себе на стримы. Особенно Банан. Люди, которые знают Стаса, они не знают, кто такой Банан. А Банан его протаскивал к себе на стримы. Да, Алды помнят, как Банан его пиарил. Благодарочка от Стаса подъехала. Твой этот, блядь, банан ебучий, блядь, дегенерат, дефичента, блядь. Пошли нахуй, собаки только вы. Бля, у меня прям бомбится. Как не давить на жалость, когда ты искренне хотел человеку помочь? Посмотрите, как он ко мне обращался с помощью придумать превьюшку, придумать название. Я хотел тебя попросить. Ну, ты мне просто давал советы, да, я пытался их использовать. Но мне кажется, получилось не особо. В общем, если тебе не сложно, вот просто, чтобы ты придумал концепцию превью и название, а я бы их выложил с таким названием и превью, я бы посмотрел, как это на просмотрах отразится. Ну, мне приятно, что он хотя бы это помнит. Регулярно это делал, и я искренне ему помогал, давал советы. Более, когда он вообще не был популярен, я звал его на стримы, я звал его в видосы, несколько раз это было. Обычно стримеры за такое брали бабки, но я сделал бесплатно, чтобы пацану помочь. Я же не ошибся, кому помогать, да? Для начала я хочу извиниться. Перед своей аудиторией. Неожиданно, да. Каждый раз, когда я его звал в ролик, на стрим, еще что-то делал с ним, мне все подписчики писали, нахуй он тебе нужен, нахуй тебе этот ебанутый шизоид коммуняка, для чего ты с ним общаешься. Мне было плевать на все эти сообщения, потому что дружба для меня была всегда превыше всего. Мне было неважно, кто что говорит, и в итоге подписчики были правы. Ну, собственно, все на этом и обосрались, так же, как и Хован. Спасибо, Виктор из Магарес Гварда, за нас большое. Спасибо. Блядь, что-то... Только не какая-то хуйня в горле перед Репой, блядь. Иди, иди нахуй, болезнь, просто пошла нахуй. У меня какой-то... О-о-о-о! Подавился какой-то поебенью. Блядь, зачем я скипнул? В общем, да, спасибо большое за донат, мое почтение. Признаю, в последнее время отношения со Стасом были очень напряженные. Все дело в том, что он себя максимально окружил коммунистическими фанатиками. Он даже видос этот записывает со Швондером. В каждом своем техно-ролике он вставляет повестку, какой СССР крутой, какие у него там были великие технологии, какой коммунистический Китай крутой. Все его окружение идеологически удобных партнеров. И тут есть мое мнение. Я всегда открыто говорил, что я ненавижу коммунистов и считаю их ответственными за многое плохое, что есть в нашем обществе. Как же ты тогда... Согласен. Стасом с его ебанутыми взглядами. Потому что корешу ты прощаешь все. Правда, он меня уже корешем не считает. При этом он столько лет со мной общался. Помощь его каналу я дал, чем любой его коммунистический кореш, с большей частью из которых он уже посрался. Сегодня он братается с вестником дури, послезавтра он записывает на него... Ой, блядь. Я закрывал глаза на все, как он вечно пьяный, вечно несет какую-то хуйню, отрицая, например, репрессии. Глак, блядь, сложеницовщина ебаная. Пизду в пизду, блядь. Какой нахуй гулаг тебе, блядь, дурачок-то? Ебать, че он нахуй несет? Отдам ему должное. С такими взглядами он слишком долго со мной общался. КОММУНИЗМ. И последние месяцы нашей переписки это именно гопнические поясни, что ты сказал на стриме. Стасу не нравится, как я критикую коммунизм. Стасу не нравится, как я критикую наш менталитет. Он считает меня русофобом. При этом Стас целенаправленно игнорирует в ролике, где я критикую другие менталитеты. Уй, с ним. Активно продвигает повесточку на своем канале. Блядь, не только на канале. Этот сумасшедший меня в свою красную секту пытался затащить. У меня была такая идея глобальная. Перевести Лешу, скажем так, в число адекватных людей. То есть я с ним помного разговаривал. Адекватные это у него марксисты, да? У него жопа чесалась. Так хотелось постоянно куда-то всунуть коммунизм в общение. Ну вот не мог без этого он общаться. Рассказывает, как в Северной Корее не так плохо. Какие шквары и плохие поступки были у Стаса? И как просто. Это вообще адекватный чел или нет? Я просто не особо за ним следил. Интересно узнать у независимого человека, что ты о нем думаешь? И кто в итоге прав в конфликте с Хованским, Стас или Юра? И что он сделал Юре во время конфликта? Во-первых, я зависимый человек, потому что я подсос Хована. Спасибо за 2 рубля, ебать, конечно. Ой, блядь. Не знаю, чел, ни ко мне вопросы, ни за 2 рубля. Поизучай, наверное, интернет. То есть я коротко, что я тебе могу сказать? Возможно, причастен к тому, что Хован сидит. То есть, возможно, кто еще нашел вот эту хуйню всю? И, блядь, вывел ее куда-то. В Северной Корее все хорошо, гоним туда. Ну вот тебе, в принципе, ролик идет про то, какие есть зашквары. В интернете это пропаганда. Когда я снимал ролик, что дружбы не существует, в большей степени я очень аккуратно обращался к Стасу. Что он там у Хована посливал инфу какую-то про Хована и так далее. Как ты можешь обниматься, бухать с чуваком, которого ты через неделю настолько искренне ненавидишь? Как? Даже после всего полтора часа ты оскорблял мой рост, ты оскорблял мою семью, куча пиздежа, куча чего только там не было. Я не могу тебя ненавидеть. Ну вот у меня не получается. Я не испытываю к тебе злобы. Полтора часа этой сране разбирать просто невозможно. На нее в теории нельзя ответить, сколько видео, 5 часов это будет длиться? Напишите главные тезисы, залайкайте их, и сегодня на стриме я на них буду отвечать. Даже начать видео не успели, как 5 минут поднимали тему роста. Алексей Шевцов это человек идеальных пропорций. Изначально некая предвзятость была предсказуема. В итоге он со своим швондером улетел просто на орбиту от бомбежки. Ебаные, блядь, представители Третьего Рейха, блядь. Фашек, сука, блядь. Пошел нахуй, блядь. Сэм Гитлером идите в жопу, ебитесь, блядь. Нацисты, ебучие. Я не знаю, за что я счастлив, что под этим видео 85% лайков людей, которые поняли, что я хотел донести. Остальным 15 давайте я объясню. Если бы я вернулся на 4 года назад, естественно, многие формулировки, озвученные там, я бы не произнес. Здесь надо понимать, что я 4-летней давности это очень токсичный и злой персонаж на Ютубе, который вывозил за счет того, что он просто бомбит задницы. При этом, даже когда я стараюсь преподнести... На самом деле я, честно... Но прошло столько времени, и я... Я, честно, даже соглашусь с Military Cat'ом вот в чате. То есть, конечно, анониму за донат спасибо, но в целом мне не интересен ни тот, ни другой. То есть... Ни Стас, как бы... Ни Шевцов. То есть, для меня не очень интересно. Перестал. Я перестал называть владельцев Xbox'ов дебилами, или что ПКшники соснули, или что кино для быдла. Я нашел более аккуратные методы донесения своих мыслей. И, да, в этом видео очень резкие и грубые формулировки, за которые я миллион раз уже извинялся. Хотя 300 тысяч человек, лайкнувших это видео, смогли понять без уточнений, что ведь я не про всех. В этом видео я про таких, как Стас. Сильнее всего у него жопа прям сгорела. С фразы, где в ролике я говорю, что мы русские хуже собак. Ты тупее собаки, сука. Ты реально тупее, блядь. У меня цукер нахуй. Он хотя бы, бля, понимает, блядь. Бля, у меня прям бомбист. Ты и твое поведение идеально иллюстрируют это видео. Ну да. Это какой-то позор. Стас сказал, что если я извиню за эту фразу, он от меня отъебется. А давай поступим так. Я готов извиниться перед той частью людей, которых действительно задела эта фраза. Это было... Нет, не надо. Потому что та часть людей, которых действительно задела эта фраза, вот они и есть, блядь, те, кто хуже собак. Я не знаю, что там за фраза, но... Вот как раз перед ними-то и не надо извиняться. И вообще за эту фразу не надо извиняться, я считаю, блядь. Хотя, блядь, ладно, похуй. Я не ебу, что там за фраза. Думаю, это было бессмысленно. Блядь. Но перед тобой я извиняться не буду. Пошел нахуй. Потому что ты хуже собаки. Потому что собака, в отличие от тебя, хотя бы преданная. Собака не будет кусать руку, которая столько раз его кормила. Ну, кстати, да. Как тебе аналоги, да? Давлю на жалость, чувак. Давлю на жалость, как ты и просил. В этом видео я указывал на много... Собака хотя бы не коммунист. Давайте начнем с этого, блядь. Вы знаете хоть одну собаку коммуниста? Я нет. ...проблемы нашего менталитета, и каждый раз на них указывает... Потом и доказательство, что собаки лучше некоторых людей. ...у него, как у последнего конечного ватника, бомбит с того, что как я посмел тронуть наши скрепы. Блядь, русня, блядь, что нахуй я, блядь, не вижу... Это просто картины ватники с комментариев, который при аргументе переходит на личное оскорбление. Стас, все адекватные люди понимают, что я в этом видео говорил не обо всех, а о таких, как ты. Бля, у меня прям бомбит. Притом, посмотрите сами это видео, вырежьте все мои оскорбления, и вот скажите... Не знаю, что за видео, не смотрел его. Я не прав, что куча нашего населения стремится к какой-то бессм... Вот можете задонатить заодно, посмотрим, как я прокомментирую. Мне самому интересно, что он там хуйню наговорил, что не хуйню. ...мысленной беспонтовой роскоши. Он доебался до момента, где я показываю, как наши люди одеты на горнолыжных курортах вычурно, дорого, с шубами, безвкусно, отвратительно. О, доебался, доебался. Я только что приехал с горнолыжного курорта, и я видел, как там одеваются европейцы. Он реально будет спорить с аргументами, где я говорю о том, что у нас любят повыебываться. Блядь, я тебе это говорю, в отличие от тебя, побывав в Европе. Я в Германии бываю чаще, чем ты в своей палате, и знаю, как одеваются, как тратят деньги, как развлекаются немцы, у которых зарплата 300, 500, 600 тысяч рублей в месяц. Ну, тут... Надо еще просто понимать вообще прикол такого понятия, как менталитет. Вот и все. То есть, менталитет не связан, я не знаю, с генетикой и так далее, по большому счету. Понятно, есть такой прикол, как гены не пропьешь, да, и на некоторые... Ну, на что-то частично гены могут влиять, но есть все-таки еще влияние социума, и... Я по большей части согласен с этой штукой, уж особенно в Европе, да, там они, блядь, до абсурда любят доводить, типа, что это Хасан, Хасан швед, хоть он, блядь, и выглядит как пакистанец, но если он родился в Швеции, не знаю... Не, если человек носитель культуры какой-то, и, ну, допустим, его усыновили, не знаю, шведы, он с детства говорит по-шведски, то есть он является носителем шведской культуры, то почему бы и не швед, на самом деле? Я с этим даже соглашусь. Ну и, соответственно, представитель шведской культуры, как бы он, блядь, генетически не был, не знаю, черным, блядь, супервысоким, или с огромной, там, бородой и карими глазами, если он представитель вот этой культуры, то он будет, допустим, адекватно относиться к тому, к чему они относятся адекватно, и неадекватно к тому, к чему они относятся неадекватно. То есть будет в среднем ближе по менталитету к шведу. По-хорошему это так должно работать. И, соответственно, в России менталитет связан, там, я не знаю, не с генетикой, а, по сути, просто со сложившимся социумом в этой стране, который, блядь, так сложился во многом благодаря пресловутым коммунистам, тем же самым, из-за которых, грубо говоря, ну, блядь, что-то было, чего-то не было, что-то так развивалось, что-то эдак, что-то так вошло в привычку, что-то эдак. В итоге такая-то хуйня или такая-то модель поведения считается нормальной, такая-то ненормальной, такая-то, блядь, желанной и нужной, а такая-то постыдной. И, типа, если для немца ему либо похуй, либо стыдно, либо тупо, либо нахуй надо, там, одеваться на горнолыжном курорте, это его, ну, менталитет. Этот менталитет, блядь, дайте мне средства массовой информации, власть там, не знаю, и оно меняется вот так. Возьмите Северную и Южную Корею, вот вам, блядь, у тех такой менталитет, у этих такой. Что-то совпадает, но в целом вы поняли. То, блядь, ну, у русского такой менталитет не потому, что он, не знаю, там, плохой человек какой-то, а потому что, блядь, вот так оно... Блядь, какие-то птицы там садятся на белье, блядь, мое охуели. Ну вот, короче, потому что этот менталитет обусловлен просто социумом, обусловлен тем, в каких условиях человек обитает. Саян душно, блядь, мысль немножко объяснял, но... Я спустя 4 года готов подтвердить, что я нашу женщину и нашу мужчину легко узнаю в аэропорту. Безусловно, есть исключения. Вообще, Игорь Линк, вот за что я его люблю, он правильно сказал, если вы из числа тех дебилов, которым надо каждое видео объяснять, что, конечно, я не имел всех в виду, и мне вам бессмысленно что-то объяснять. Цель была, чтобы люди бомбанули, и с помощью этих бомблений алгоритмы Ютуба подсунули этот видос 85-ти другим процентов, которые нормально это восприняли, и вычленили правильные какие-то советы для улучшения самих себя. То есть вот эта бомблящая совковая ватная масса и продвинула этот ролик. Но да, я согласен, формулировка грубая, некрасивая, кого-то она могла все-таки зацепить. Ребята, вот за это извиняюсь. Но не перед тобой, Стас. Перед тобой я не извиняюсь и никогда не извинюсь. Они на полном серьезе в этом видео отрицают мой тезис, что церковь тянется к роскоши. Жажда церковного православного блеска. Вот как прав... Бля, при чем здесь опять? Такую хуйню нести это даже никакой поп не сможет. Я, блин, не знаю, ну что? Он так потешно поддакивает Швондеру целое видео. К золоту, к помпезности. Они не в курсе, что появилась протестантская церковь, и одним из ее постулатов был как раз-таки отказ от роскоши. Ну, а еще есть католическая, которая как бы может в золоте там и не купается, но там архитектура очень роскошная, обычно. И тоже есть стремление к этой вычурности. Католической. И православия роскошь тоже касается. Да, чтобы еще в этом видео я изменил, гораздо больше критики католической церкви появились. Блядь, а как может быть Божий дом не вычурным? Ну, типа, не чем-то таким. Но с другой стороны, да, это показательно. То есть вот... Я думаю, что оно тоже влияет. То есть... Либо прижившаяся религия может быть связана с менталитетом, либо менталитет потом уже может плясать от той религии, которая прижилась. Потому что если, допустим, для католиков что-то божественное, что-то вот, что приближено к Богу, это, ебать, там супер вычурная какая-нибудь сложная архитектура красивая, то для тех, кому ближе православие, то есть золото, блядь, много золота, вот это по-любому, блядь, был бы я Богом, я бы нахуй в золоте бы просто, блядь, жил весь. То есть, ну, это тоже... И не факт, что хуже, что лучше, просто это разный подход, и я думаю, он тоже... Он влияет на... Твое восприятие уже, блядь, не знаю, всего остального, архитектуры, и там что круто, что нет, что... Восхищает, что нет. Само собой, я сделал бы его лучше. Этому видео 4 года. Ты нашел до чего доебаться. Найди видео хотя бы 20-го. Стас, будучи маниакальным коммунистом, марксистом, социалистом, там просто комбо всего, он уже фанат Северной Кореи, вот эта его фирменная срань, в которой сцепился русофоб, 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 ну, не от далекого ума, к сожалению, получается, потому что, как объяснить это видео, где я многие части нашего менталитета хвалю, или это видео, где я хвалю многие части нашей страны, я на своих стримах постоянно говорю, какие у нас талантливые молодые ребята. Я к тому, что наши мигранты... Наши мигранты! Ай-тя-тя-тя-тя-тя! Блядь, талантливые мигранты, блин! Они занимаются, как правило, деятельностью, где нужно образование. Да, я, оказывается, их хвалю постоянно. Просто ватник, в принципе, не в состоянии... То есть, вот, блядь, лишь бы не Россия. ...воспринимать критику. Попался. И от тех, как он, я в дисклеймере этого видео говорил. Коммунист, он абсолютно предсказуемый, его методы я знаю, что он будет делать дальше. Он будет делать нарезки из этого видео, он будет целыми днями искать мои какие-то старые видео, находить какие-то отрезки, и вот он это сказал. Стас, я буду на это отвечать. Ты сказал, что ты от меня не отъебёшься. Стас, я от тебя больше не отъебусь. Каждый стрим, каждый видос, я буду тебя вспоминать. За всё хорошее, что я для тебя сделал, вот так... Вот это, блядь, угроза. Напугал, конечно, ежа. Со мной? Спасибо тебе. Знаешь за что? За то, что я ещё сильнее закроюсь от других людей. Ты иллюстрация человеческого предательства и то, что людям нельзя доверять. Они в любой момент против тебя пойдут. Как я счастлив, что я так тебе ничего и не доверил. Покажите коммунизм или идите нахуй. Не знаю, честно, ролик больше ни о чём. То есть так как-то очень... Пресно, что ли. Несколько тейков про то, что Стас еблан, но это мы и так знали. Показано даже, в чём именно он еблан чуть-чуть, но по большому счёту просто, типа, такая пафосная речь, не знаю, и всё. Лёш, высотой в полтора микрофона. Что, блядь? 14 минут думает, что он на Твиче. Что, блядь? Почему? Хуйня какая-то, блядь. Так. В телегу, чтобы ему пришлось сменить номер. Блядь, троллят, что он карлик, типа. Ну, понятно. Ну и да, типа, чё там Стас, по сути, супер тупого сказал, там, мало. Как-то... Ну, пресноватый ролик, тут нечего сказать. Ну, честно, ебало жаба-гадюку. То есть, конечно, я думаю, скорее надо против Айкак Просто всегда быть, потому что, ну, чё-то он реально уже охуел, ебанулся. Но... Ну, типа, и не за... Хоть я и подписан, и не за этого, значит, вашего... Ентова вашего Шевцова, потому что... Да, не знаю, хуйня. Хуйня.